Здравствуйте, друзья! Меня зовут Деменков Юрий. Когда-то давно я задумался о том, как жить, когда нет работы, когда, ну, больше не можешь работать, например. Такая проблема, я думаю, возникает сейчас у многих, и поэтому думаю, что это видео будет актуально. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие решения я нашел, я поделюсь этим с вами, и там будет очень-очень полезная штука в конце. Итак, однажды наступит день у каждого, когда мы не можем больше работать. Нет работы. И это проблема. Я решил, что эта проблема возникла не только у меня, но и у многих других возникала эта проблема. И я подумал, ну, как же быть? Вот наступит же день, когда нет работы. Что делать? Я стал искать решения, я искал, и я нашел, я перерыл массу литературы, массу материалов, и я нашел вот эти источники. Одним из таких источников было выступление Бода Шефера на каком-то тренинге. И мне оно очень понравилось. Это было аудио выступление, я скачал его, не знаю откуда, из дебри интернета в аудио формате, и вкачал его просто в плеер. И когда я ехал в машине, я очень много времени провожу в машине, я просто выключил музыку и включил вот эту запись и слушал. Она достаточно длинная, но она мне очень понравилась и произвела на меня очень большое впечатление. Аудиозапись Бода Шефера. Вот. И я прослушал ее много раз, я потом уже практически наизусть ее знал. Вот. И потом я стал интересоваться вот этим автором Бода Шефер. И я нашел книгу, в которой говорится все то же самое, но книга была, честно говоря, очень и очень скучная. Она не произвела на меня никакого впечатления по сравнению с аудио форматом. Потому что там автор вот интонации какие-то, вот такие вот обороты, шутки. Это было намного интереснее. Поэтому, значит, вот эта книга на меня не произвела впечатление, а произвело впечатление именно аудио формат. И я ее много раз слушал. Потом я слушал еще в аудио формате много других записей. Но после этого я стал интересоваться. Вот Бода Шефер, я искал другие какие-то вещи и нашел как-то книгу Бода Шефера «Мани или азбука денег». В этой книге вот прямо вот все основы рассказываются как раз о том, как сделать так, чтобы деньги были всегда. На примере одной маленькой девочки, 10-летней девочки. И там прямо рассказывается, как девочка смогла не только перестроить себя и свое мышление, так, чтобы стать достаточно состоятельным человеком, но и помогла в этом своим родителям. «Десятилетняя девочка». Вот. И об этой вот эволюции прямо книга, она написана для детей. Очень простым языком. Очень простым. И я нашел эту книгу также в виде формата там PDF, по-моему. Вот. Мы ее распечатали и читали детям. Дети с удовольствием слушали. И они все это восприняли тоже. И прямо сейчас я вот недавно наткнулся на эту запись. Она именно в аудио формате как раз. Запись книги «Мани или азбука денег». Начитана актером, очень хорошим актером. Он сделал много записей. Книг по финансам, по личным финансам. О том, как сделать так, чтобы деньги были всегда. И сейчас я хочу поделиться с вами вот прямо сейчас всем тем, что я нашел когда-то. Абсолютно бесплатно. Вот. Аудиозапись я могу скинуть вам прямо в файл на почту. Для этого вот сейчас вот вы видите вот здесь ссылку, на которую надо перейти. И там будет просто вы оставите свой e-mail. После подтверждения этого e-mail, для подтверждения e-mail вам придет письмо сначала. Вы подтверждаете свой e-mail и после этого получаете ссылку на аудиокнигу, которую с таким упоением слушал я в машине когда-то. И которая на меня очень сильно повлияла. Там очень много хорошего, очень много хороших вещей. И кроме того, я впоследствии могу скинуть вам еще другие аудиокниги, которые, значит, я просто подготовлю эти ссылочки и вам также на почту скину. Видеоформат. Вот прямо сейчас, вот вы видите, вот сейчас здесь появилась вот еще одна ссылочка. Просто надо нажать на нее. Это будет видеофайл на ютюбе. Вот сейчас вы смотрите меня на ютюбе, нажмете туда и прямо на ютюбе вы послушаете вот то, что записал этот артист в аудиоформате. Ну, это в формате видеофайла. И, ну, там какие-то картиночки. Я вам очень советую вот прямо сейчас выключить телевизор, выключить какую-то музыку, которая мешает. И вместо этого либо включить просто компьютер погромче, либо, если у вас есть колонки, подключить компьютер к колонкам, включить вот это вот, нажать на эту запись. И вы можете продолжать заниматься своими делами и слушать вот это. А можете позвать детей, например, да, и просто фоном. Вместо музыки вот идет вот эта запись. Вот такая штука, я вам скажу. Очень здорово помогает. И вместо музыки можно это делать регулярно. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Поэтому вот прямо сейчас перейдите вот на верхнюю ссылочку, чтобы скачать аудиоформат. И нажмите вот на вторую ссылочку, чтобы посмотреть видео с записью книги. А сейчас я с вами хочу попрощаться. Поставьте традиционно лайк, подпишитесь на мой канал. И до встречи. Пока.